Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем об обязательных прививках для котенка. Когда в доме появляется котенок, хозяева должны позаботиться о нем и оградить неокрепший организм от вирусов и инфекций, поэтому важно уделить внимание вакцинации. Лептоспирос опасное инфекционное заболевание, которое грозит коту крыслову или мышелову, поскольку переносчиками этой заразы являются именно грызуны. На это заболевание стоит обратить внимание хозяевам, чьи питомцы любят гулять сами по себе. В основном кошки переносят инфекцию скрытно, поэтому ветеринары появляют болезнь уже на последней стадии. Основные признаки инфекции – кровоизлияние внутреннее и внешнее, например, из носа или из глаз, а также повышенная температура. Лептоспирос также передается и людям. Герпесфероз – вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. В народе болезнь еще называют ринотрохиитом. В основном герпесферозом болеют котята до 7 месяцев. Болезнь проявляется в виде конъюнктивита и катарального поражения верхних дыхательных путей. Кальциевироз – это схожесть с предыдущим заболеванием, которое поражает молодых котов и кошек. От него страдают респираторные органы. В качестве симптомов появляются язвы в полости рта, усиленное отделение слизи в носу и также слезоточение. Под лейкопеней или чункой котята страдают чаще, чем кошки. Инфекция передается через прямой кота к зараженными экспериментами или уличной обувью хозяева, повывавшей в зараженных чумой фекалиях или почве. Дополнительно котов часто прививают от хламидоза и лейкемии, если предполагается, что животное будет участвовать в выставках или проводить какое-то время на улице, а также контактировать со своими кошачьими товарищами. В очень редких случаях организм котенка не вырабатывает иммунитет к инфекции и вирусам, даже после прививки, но это индивидуальная особенность животного. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok